Всем здравствуйте. Пока мы не начали вебинар, у нас еще две минутки есть. У меня вот к вам такой вопрос. Я сейчас смотрю тех, кто... участников нашего вебинара и в списке, в принципе, те держатели пунктов выдачи, которые знакомы с работой на пунктах выдачи, с корректной работой на пунктах выдачи. Где ваши структуры? Скажите мне, пожалуйста. Я вижу Фатима, Зоя, Нигина, Олимова Шахноза, Наимова Сайора. А где держатели пунктов выдачи, которые практически каждый день задают мне вопросы, в чатах задают вопросы. Они не знают работу на пунктах выдачи. Где они? Меня слышно? Замечательно, Зевар рядом. Где у нас регионы? Давайте ждем еще буквально 2-3 минуты, и пусть все собираются и заходят и слушают внимательно вебинар, как правильно и корректно работать на пунктах выдачи. Видео не будет, мы не подключаемся к видео-вебинару, потому что мы боимся, что у некоторых консультантов, возможно, интернет может не потянуть видеосвязь, поэтому мы проводим вебинар без видео. Давайте ждем еще буквально 2-3 минуты и начинаем. минуту, какие-то ко мне вопросы. Расскажите, как у вас настроение? Вы все знаете, что я сейчас нахожусь в Узбекистане, у нас сегодня пошел дождь. Как у вас настроение? Ну, что такое пока нормально? Должно быть нормально все. И пока, и потом. Ну, да, дождик у вас тоже, Зарина, у нас погода все классичная, да, в Узбекистане, в Каджикистане мы практически живем в одной стране, и климатически у нас тоже все одинаково. Как работа на пунктах выдачи? У нас, я смотрю, в чате пишут, никак не могут подсоединиться. Очень слабо людей нет. Фатим, ну вот по опыту нашему, да, хочу вам сказать, что у людей в первое время, да, будет какое-то вот такое вот отношение, двоякое ко всему происходящему. Ну, потихонечку все будет хорошо. Поэтому на данный момент, мне кажется, и вообще обычно, когда начало периода, народ пока подтягивается, пока приходит в себя с прошлого периода, поэтому так и получается, что людей в начале периода иногда не бывает. Ну, вот у Гоуматовых, у Зарины, например, лидеры поднялись. Насколько я знаю, у Нигины тоже. Ну и вообще период, в принципе, закрыли неплохо, скажем, по сравнению даже с пятым периодом. Шестой период у нас мы закрыли намного лучше. Поэтому не расстраиваемся духом, не падаем. Все у нас будет хорошо. Тем более в такой вот священный месяц, мне кажется, наши молитвы помогут всему миру и за стоинством пройдем эти испытания. Ну, отлично, Апехомида. Ну, все, мы больше, наверное, не ждем. И, наверное, начнем наш вебинар. Вы знаете, прежде чем приступить к вебинару, вообще я с Шахнозом, я позвонила, то есть Шахнозе и сказала, Шахноз, давайте начнем вебинар с того, что лидеры задавали вопрос в чате по поводу того, есть ли вдруг, а есть ли у нас что-то будет, каким образом мы будем работать. И, в принципе, сначала мы с Шахнозой решили, что коротко, наверное, я расскажу об этом. Но, подумав так, я решила, чтобы все, кто держатели пунктов выдачи, кто, ну, я сейчас не говорю абсолютно про всех, но у нас процентов 70 не знают, как работать на пунктах выдачи, как корректно работать. Поэтому давайте вы сначала, для начала, прослушайте вебинар от Шахноза Абдуалимовой. Прошу вас прям записывать пункты, касаемо как делают возврат. То есть каждый там любой кнопки, задавайте ей вопросы. После того, как уже Шахноза закончит свой вебинар, тогда уже мы с вами поговорим о том, что у нас в стране происходит, как мы дальше будем работать, страшно ли все это. Ну, обо всем об этом мы с вами поговорим. Сейчас я вам хочу просто еще раз напомнить, что вопросами пункта выдачи у нас занимается наш региональный менеджер Руслан Акчурин. И поэтому просьба не писать мне, Ксении, о том, что у вас блок, лимит, отменить оплату, отменить возврат. По всем этим вопросам пишем Руслану, потому что Руслану, как скажем, компания за это платит деньги. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь к нему. Нам несложно отвечать, но это работа его. И поэтому по всем этим вопросам просим обращаться к ним. А сейчас я хочу к нему, извиняюсь, а сейчас хочу передать слово нашему рубиновому директору Шахнозе Абдуалимовой. Шахноза расскажет о том, как правильно и корректно работать на пунктах выдачи. Шахноз, пожалуйста. А мы с вами уже после тренинга Шахнозы поговорим на все остальные вопросы. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ихуджан Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это 5% от товарооборота ваших заказов Вторая категория Центр обслуживания консультанта Это 4% агентского вознаграждения Пункты выдачи 3% агентского вознаграждения Теперь разберем каждого поподробнее, что входит в стандарты каждого пункта. Представительство. Требование к помещению. Площадь представительства должна быть не менее 30 квадратных метров. То есть выделена отдельная зона для обучения под выдачу заказов и оформление заказов. То есть должны быть как минимум три зоны. То есть представительство, мы понимаем, это большой красивый офис, где могут обслуживаться как минимум в один момент минимум 10-15 человек. Далее. В представительстве должна быть витрина с показательной продукцией. То есть чтобы консультант или же просто клиент, который станет будущим консультантом, должен видеть нашу продукцию, потрогать ее, понюхать, посмотреть. То есть знать, что он приобретает и видеть ее наглядно. Далее. Ремонт интерьер должен быть по стандарту компании. У нас мы знаем, то есть есть определенные стандарты, и мы должны соответствовательно. Техническое оснащение. На представительстве обязательно должен быть компьютер или же ноутбук, телефон для приема звонков, принтер и обязательно интернет. Рекомендуется наличие терминала моментальной оплаты. То есть для чего это нужно? Чтобы консультант сразу же мог оплатить свой заказ и получить его. Далее. Статус держателя представительства должен быть подтвержденный директор. Также в текущем периоде. Обслуживание консультантов. Вообще вот этот пункт я хочу рассмотреть. То есть нам нужно обслуживать всех структур. То есть если вы держатель, являетесь держателем пунктов выдачи, вы обязаны обслуживать всех консультантов компании Faberlic. Не распределять на мой, немой, чужой и так далее и тому подобное. То есть открыв пункт выдачи, это самая главная обязанность ваша – обслуживать всех консультантов структур. Далее. График работы. Это самый, наверное, больной вопрос у многих ПВ. График работы на представительстве должен быть не менее пяти дней, то есть 40 часов в неделю. Соблюдение установленного графика, который мы даем при заявке на открытие ПВ. Также этот график у нас висит в наших личных кабинетах. Но многие ПВ не соответствуют этому графику. И последний пункт – обучение для консультантов всех структур. Соблюдение стандартов темы содержания и график. То есть у вас на пункте выдачи должны висеть информационные стенды, и там должны висеть графики проведения обучений, чтобы каждый консультант зашел к вам в офис, получил свой товар, посмотрел на график. Ага, во вторник я могу прийти и поприсутствовать на определенном тренинге, или, например, в пятницу. То есть человек должен уже знать, что и когда у вас будет на ПВ. Далее, центр обслуживания консультантов. Площадь ПВ должна быть не менее 20 квадратных метров. Также наличие витрины с показательной продукцией, компьютер, интернет. Здесь чуть идет, как говорится, повлажка, то есть не обязательно наличие принтера. Но я думаю, для каждого офиса это самый главный момент, потому что мы распечатываем листовки, мы делаем всякие виды флешмобов, то есть купоны и так далее. То есть каждому держателю ПВ иметь принтер – это очень, как говорится, хорошее дело. Это ему плюс. Далее подтвержденный статус также директора в текущем и в текущем периоде. Обслуживание всех структур, не менее пяти дней работы, а также 24 часа в неделю. То есть это, в общем, получается 5 дней, из них 24 часа в неделю вы должны быть на своем пункте выдачи. Последняя наша категория, то есть также помещение должно быть не менее 15 квадратных метров. То есть даже если у вас будет там 12, 13,5, звонить, писать Руслана, ну, пожалуйста, ну, можно, это очень некрасиво, во-первых. Во-вторых, это, я считаю, правила должны быть для всех едины. И чтобы был пункт выдачи красивым и со всеми стандартами, это вам же плюс. В вашем же офисе будет больше консультантов обслуживаться, в вашем офисе будет больше консультантов помещаться, то есть где есть сесть, где есть написать свой заказ, да, и где есть получить заказ. Далее, также компьютер и интернет обязательны, потому что на многих ПВ есть у нас, они экономят на компьютерах и ноутбуках и работают с телефонами. Да, я понимаю, для кого-то удобнее работать с телефоном, но когда приходит к вам человек набивать заказ, вы садитесь с ним в обнимку, начинаете с телефоном набивать заказ. Это некрасиво. В этот момент вам кто-то позвонил, вы выходите разговаривать, человек сидит ждет, то есть это неправильно. Так, по категориям мы прошлись, идем дальше. Для тех, ну, здесь уже, наверное, есть и те, кто собираются открывать новый пункт выдачи, сейчас мы поговорим чуточку про правила подачи заявки на открытие ПВ. Для начала вам нужно найти подходящее помещение с соответствующими стандартами, то есть по квадратуре, как мы говорили, то есть должно быть не жилое помещение, должен быть один вход, а не, например, один вход, и там несколько в одном помещении, несколько организаций, и вы в том числе. Этого делать нельзя. Во-вторых, нужно проверить расстояние от ближайших ПВ, оно должно быть не менее 700 метров. Третье, помещение не должно находиться внутри рынков и базарах. Четвертое, иметь соответствующий статус на момент открытия ПВ, указанный для данного района или города. Ну и в пятом, после того, как вы выполнили все четыре предыдущих правила, просмотрели все, значит, у вас есть, тогда уже пишем заявку региональному менеджеру, Акчурину Руслану, с точным адресом, с наличием ближайших пунктов выдачи, то есть объясняете ему, это как, где находится, ориентиры даете, тогда уже после того, как Руслан принимает заявку, он подает, пишет ближайшим вашим пунктом выдачи, на третий день они отвечают до трех дней, то есть они отвечают на письмо Руслану и подтверждают расстояние, только после того уже ваша заявка принимается. Одним словом, от выбранного вами места для агентского пункта зависит ваше дальнейшее процветание и функционирование. Вы должны при выборе пункта выдачи ассоциироваться с тем, что должна быть проходимость, то есть люди должны более видеть вас, больше народу должно охватывать вот именно ту территорию, в которой вы находитесь. Список документов, которые нужно будет предоставить потом в бухгалтерию, это свидетельство от частного предпринимателя Шао Дадмама и Ифтибос. ИНН, копия паспорта с пропиской, справка с банка о наличии карточного счета кроме банка Эсхаты и договор аренды. Список высылаем из Шанкуловой Зарени на почту в отсканированном виде. После того, как мы все документы отправили, пункт выбрали, место сделали, отремонтировали, все разрешения получили. Потом отправляем необходимую информацию для функционирования пункта выдачи. То есть фамилия, имя консультанта, регистрационный номер, контактный телефон, который будет 24 часа в сутки онлайн, а не так, что номер есть, а потом дозвониться до этого ПВ невозможно. Полный адрес и ориентир. Не так, например, там улица Гагарина, она совсем там не Гагарина. Электронная почта. Для чего нужна электронная почта? На электронную почту высылается все объявления, вся информация от Ксении Додоматовой, от Руслана Акчурина. То есть вся информация по пунктам выдачи, какие акции, что есть, вам приходят на электронную почту. Ни в Телеграм, ни на Вайбер, ни на Ватсап, ни в другие соцсети, а именно на электронную почту, которую вы указываете при заявке. График работы. График работы – это не просто то, что написано в личном кабинете, и не то, что висит за вашими дверьмями, а именно те часы, в которые вы находитесь на пункте выдачи. Ну, квадратура помещения указываете, фото ПВ снутри и снаружи. И обязательно гарантийное письмо от вышестоящего наставника. Сейчас оно поменялось, то есть стало новое правило со статуса старшего директора и выше. Для чего это нужно? Для того, чтобы ваш наставник имел… Компания имела гарант, то, что если вы не выплачиваете, делаете долги на ПВ, и ваш наставник за вас оплачивает. Понятно? Если есть вопросы, пишите, чтобы мы далеко не уходили. Вот это вся была процедура для открытия пункта выдачи. Пункт выдачи мы открыли. Теперь мы будем работать с этим пунктом выдачи. Оформление пункта выдачи. Что нам для этого нужно? Первое. В вывеском по стандартам компании. Как мы знаем, у нас бренд. На вывесках ляпать всякое то, что вам в душе угодно нельзя, потому что мы, компания со своим брендом, должно быть единый бренд для всех. Например, элементарно, когда мы едем по городу, видим мегафон, видим компанию TCL, то есть у них единый бренд. А едем по улицам и видим компанию Faberlic и у всех разные вывески. Сейчас я обращаюсь ко всем держателям ПВ. Давайте сделаем одни единые вывески и все поменяем, потому что у многих из нас они выцвели. Сделаем красивые вывески, чтобы нас видели издалека. Далее. Наличие витрины с показательной продукцией. То есть для чего это нужно? Для того, чтобы народ видел, что у нас есть. Какая продукция, то есть косметика для дома, одежда, декоративная косметика, уходовая косметика, БАДы. Человек должен видеть. Каталог – это одно, а когда ты видишь наглядно, это другое. Далее. Компьютер. Наличие интернета. Печатная продукция. В каждом ПВ должно быть как минимум, как минимум 10-15 каталогов, чтобы люди могли приобретать. Далее. Офисная мебель. Информационная доска. Для того, чтобы, я говорила уже, чтобы мы вешали туда графики нашего обучения, а также новости от компании. Например, если мы на информационную доску повесим акции нынешнего каталога, в том каталоге у нас последняя акция была на мультиповар или собери команду. То есть это распечатать в цветном виде и повесить на информационную доску, это будет плюс вам же. Далее промо-стойка для проведения флешмобов и график работы. Обязательно. Суммарный заказ. Отгрузка на агентский пункт включается в рейс доставки при условии, что сумма всех заказов консультантов на данный агентский пункт выдачи в данном рейсе составляет не менее 500 самманий для новых открытых ПВ до шести месяцев и 1000 самманий для ПВ открытых после шести месяцев работы. В противном случае отгрузка заказов откладывается до следующего раза. Обращайте внимание, у нас в программе «Партнер», когда мы входим в личный кабинет, есть специальная вкладка, где указана сумма будущей отгрузки заказов. То есть там указано, сколько у вас. Если вы видите, что у вас сумма составляет 950 самманий, вы должны набить заказ, чтобы у вас было 1000 самманий, чтобы вас собрали. В противном случае... Меня слышно? Отлично. Сегодня интернет со мной не дружит, техника что-то глючит. Пошли дальше. То есть минимальный заказ, минимальная сумма заказов должна быть 1000 самманий. Далее. Меня слышно? Отлично. Так, чистота доставки заказов. Доставка заказов до каждого пункта выдачи в городе Душанбе осуществляется 4 раза в неделю. В городе Худжан 3 раза в неделю. Для всех остальных пунктов выдачи в городах и регионах действует самовывоз товара. График и частота доставки устанавливаются региональным офисом Фаберлик индивидуально для каждого агентского пункта в зависимости от маршрута транспортной доступности и удаленности. В чем есть привилегия самовывоза товара? Для отдаленных пунктов выдачи компания начисляет плюс 1% самовывоз. То есть если у вас пункт выдачи находится в отдаленном регионе, вы забираете со склада заказы сами. Есть еще одна просьба. Те, кто забирает самовывоз самовывозом товар. Со склада после того, как собирают ваш заказ, вам звонят вашему таксисту или те номера, которые вы оставили, что ваши заказы собраны. Только после этого приезжайте на склад и забирайте свои заказы. В основном бывает так, что самовывозы еще не собрали, а уже приезжают и стоят, ждут. Правило есть правило. Вы оставляете свои номера после того, как со склада мальчики вам звонят. Дальше. Обязанности держателя пунктов выдачи. Что в них входит? Регистрация новых консультантов вне зависимости от выбранного ими наставника. То есть если к вам на пункт выдачи зашел консультант, то есть незарегистрированный консультант с листовкой другого директора или другого консультанта вы обязаны зарегистрировать его именно под того, с чьей листовкой к вам зашел консультант. Независимо на то, что он зашел к вам на ПВ. Многие говорят, он же зашел ко мне на ПВ. То есть это же мой консультант, он пришел на мою вывеску. Нет, это неправильно. Вы должны зарегистрировать. Даже если к вам пришел консультант и он не говорит, не знает своего наставника, то есть он или номер телефона, или ее зовут вот так-то, но я не знаю ее регистрационного номера, вы обязаны зайти в программу. Есть поиск консультанта, находите этого консультанта и регистрируйте именно под него. Далее. Информационная поддержка консультантов. Держатель пунктов выдачи обязан информировать абсолютно всех консультантов, обслуживающих на его пункте выдачи. Информировать об акциях, об всех скидках, распродажах, обучениях и так далее. Прием и оформление заказов консультанта. консультанта. Если к вам пришел консультант с заказом, то вы обязаны сесть с ним и набить его заказ. Не отправлять его к наставнику, не отправлять его к директору своему, или, мол, ты не структуры, я не буду набивать твой заказ. Этого мы делать не должны. В ваши обязанности входят именно прием и оформление заказов консультанта, так как вы являетесь держателем пункта выдачи заказов. Следующий пункт. Выдача полученной от компании продукции консультанта. Консультант набил заказ на ваш пункт выдачи. Вы в получении заказа обязаны прозвонить консультантам и предупредить их, что заказ получен, можете прийти и забрать. После того, как консультант приходит, он проверяет заказ, заказ проверил, все нормально, все есть, оплачивает и уходит. То есть до того момента, как консультант оплатил заказ, вы должны это все проконтролировать. Также вы обязаны принимать от консультанта возвраты качественной и бракованной продукции и передать ее в компанию. Именно если консультант например получил товар, увидел что-то там не то, не после того, как он вышел за территорию, за пределы вашего пункта. Например, он у вас проверил заказ, заказе было нормально, все, я получил хорошо, вышел за пределы вашего пункта, а через три дня приходит и говорит, знаешь, вот этот он был разбитый или этот был бракован. Вы уже смотря на индивидуальные какие-то моменты можете поступать так, как действительно правильно. А так принимать возвраты от консультантов вы обязаны. Далее, демонстрация продукции компании, консультирование консультантов по особенности ее использования. Например, каждому пункту выдачи каждый каталог выдается определенная новинка для демонстрации на своем пункте выдачи. Получили новиночку, поставили на промо стойку, пришли консультанты за своими заказами. Вы это демонстрируете. После этого, во-первых, у вас будут заказов больше и товарооборот большой. Это в ваших же интересах. Далее, работа ПВ по установленному графику. То есть, график работы всегда можно соблюдать. Потому что, если ваш пункт выдачи работает по графику всегда открыт, значит, этот пункт выдачи с хорошим товарооборотом. Держатель пункта выдачи должен соответствовать следующим требованиям. Профессионализм. В чем он заключается? Держатель ПВ всегда должен знать о всех акциях и проектировать консультанта. Деловая этика должен соблюдать этику, не сидеть, говорить, ты не с моей структуры, я тебя обслуживать не буду, вон забрала заказ, или подожди, сейчас я своих обслужу. То есть должна быть деловая этика. Лояльность. При любом настроении, как у вас не было, при любом разборе дома, и так далее, там, арендодатель вам испортил настроение, или какой-то консультант не добил какой-то зарплаты, или кто-то принес вам возврат, и у вас нет настроения, то вы всегда должны улыбаться и всегда подстраиваться после консультанта. Клиент всегда прав при любом раскладе. Знание бизнес-процесса в компании, то есть держатель пункта выдачи обязан знать маркетинг-план. То есть если вы не знаете маркетинг-план, вы не сможете провести презентацию консультанту, который вас просит об этом. То есть новый консультант, который пришел к вам на пункт выдачи, должен подсесть к вам и расскажите мне, пожалуйста, вы должны ему провести презентацию. Если вы сами не знаете о возможностях компании, о маркетинг-плане, что вы можете дать консультанту? В общем счете ничего. Консультант просто уйдет в другую структуру и так и не зарегистрируется. Далее работать в программе партнер обязательно. Каждый держатель пункта выдачи обязан знать программу партнер, потому что 99% нашей работы зависит именно от этой программы. Мы оформляем заказы, делаем возвраты, делаем пенсии, редактируем заказы. то есть мы должны знать эту программу на зубок. Далее каждый держатель пункта выдачи должен быть гидом по продукции. Если к вам пришел клиент и он просит вас порекомендовать ему крем для лица или например какую-то косметику для дома, что-то для обивки или для этого, то есть вы должны знать всю нашу продукцию, из чего она состоит, для чего она нужна, чтобы рекламировать другим. То есть каждый человек, который когда знает, он его уже на автомате может прорекламировать все, что угодно. Далее. Правила работы со складом. Это, наверное, самое такое больное место у всех. Так, возвраты, срок возврата к городу. То есть город Душанбе срок возврата принятых заказов 5 рабочих дней. Почему многие задают мне вопрос, а почему в городе 5, а у нас, например, в Сагдиско области мы можем 7 рабочих дней, то есть мы находимся в городе, склад у нас рядом, поэтому у нас 5 рабочих дней, а так как Сагдиско области или другие районы находятся далеко, поэтому компания им дает дополнительных 2 дня для доставки товара до склада. Срок возврата до Харога это 10 рабочих дней, так как они находятся очень далеко. оформлять возвраты мы можем, то есть мы открываем заказ, проверяем наличие в этом заказе абсолютно все вплоть до пакетика и купона, далее проверяем дату доставки на ваш пункт выдачи, считаем 5 дней, в том только оформляем в бланке дату возврата, дата заказа, дата возврата, номер заказа, номер возврата. Дальше, претензия, срок претензии 14 рабочих дней с даты доставки заказа. Не с даты оплаты, а с даты доставки заказа. Возвраты претензии без бланка не принимаются. Все позиции должны соответствовать товарному виду, как и были отправлены со склада. То есть, когда при оформлении претензии вы, наверное, заметили, что многие продукты не выходят в списке при оформлении претензий. Почему? Всего лишь потому, что на ту продукцию, которая не имеет упаковки, то есть, например, парфюм у нас упакован целлофановым пакетом, правильно? Крема у нас есть, у них специальное покрытие, а такие энергетики для душа, шампунь, эти вещи претензии, как возврат качественного товара не оформляются, потому что кто знает, что вы можете туда добавить. Многие было очень много случаев, когда получаем товар после претензий, да, в этом одно, а внутри совсем другое. Так же и с одеждой бывало, многие пункты выдачи это делают. Поэтому давайте работают правильно. Так же нужно учесть тот факт, что непринятые претензии удаляются каждый месяц. То есть, если вы оформили претензию и не отправили ее на склад в течение рабочих дней, работник склада удаляет каждый месяц все непринятые претензии. Соответственно, ваша несвоевременная претензия окажется для вас штрафом при начислении агентского вознаграждения. То есть, ту сумму, которая будет списана с ваших заказов, вы ее будете выплачивать со своей объемной скидки. Действия над заказом в программе партнер. Первое. При получении со склада извиняшку. Это такая бумажка, где написано, что данный продукт в данный момент нет на складе. Вы можете, если в течение в отсутствии на складе, то есть, если этого товара держатель ПВ должен выяснить, согласен клиент, ждать следующей поставки или же оформляете претензию, вернув на склад извиняшку, прикрепив ее к бланку возврата по претензию. Вот эта бумажка и называется извиняшка. То есть, после того, как вы оформили претензию в программе, ее отменить невозможно, так как деньги автоматически садятся на ваш счет. снять неправильную оплату с заказов возможно лишь в том случае, если ваш заказ стоит в статусе готов к сборке, доставляется или доставлен. С заказом со статусом выдан снять оплату невозможно. Также те заказы, которые оформлены в предыдущем оплате, например, сегодня вы не сможете написать Руслан, сказать, что Руслан, отмените пожалуйста оплату, которая произошла в воскресенье, так как было закрытие периода. Еще одна просьба, перед тем, как писать Руслану об отмене оплаты, пожалуйста, убедитесь в том, что ваш консультант, у него в личных настройках нет автоматической оплаты. Очень бывало много случаев, когда Руслан отменяет оплата, он опять автоматически оплачивается. Поэтому, чтобы не было таких карусов, перед тем, как писать, убедитесь в этом. Далее. Товар в категории нижнее белье возврату и обмену не подлежит. Что входит у нас нижнее белье? Это корректирующее платья, корректирующее белье, также сорочки, ночные сорочки, шорты и так далее. То есть все вот эта категория возврату и обмену не подлежит. Поэтому перед тем, как заказывать в автозаказе, убедитесь, что клиент действительно заберет этот товар и многое бывает, что из-за размеров не подходит. То есть также убедитесь о правильном выборе размере. Далее распродажный товар не принимается по возврату и претензиям. Тем более те заказы, которые с истекающим сроком давности. Если у вас есть вопросы к сотрудникам склада, здесь я сделала подборку их электронной почты, потому что многие держать в веб пишут дайте мне Некруза почту, дайте мне Табреза почту. Вот вам записывайте, скриньте, чтобы всегда было под рукой. Некруз у нас занимается по вопросам браком и недостач. Табрез занимается по принятию возвратов и претензий, Шамир занимается по распечатке рельсов. То есть, если вы открываете новый пункт выдачи, вы ставите Шамира в известность, то есть, что новый пункт выдачи в таком-то, таком-то районе, ориентир такой-то, такой-то, то есть, вы самовызвозом или транспортный отдел вам доставляет. Вы это должны ставить в известность именно нашего Шамира. Далее, Табрез. Если проверяет ваши возвраты и у вас там не хватает какой-то позиции или вы что-то перепутали, например, метод одного артикуля, положили в возврат другой артикуль, он вам пишет на почту. Не будет он вам звонить, не будет он вам писать в Телеграме и других соцсетях, а именно отвечает на почту, поэтому проверяйте всегда свои электронные почты. на пункте выдачи запрещено переподписывать уже зарегистрировавших консультантов, переманивать их своими акциями, своими всякими подарками и так далее. Второе, продавать продукцию как в магазине. Заставить продукцию и сидеть продавать. Мы строим бизнес, у нас сетевой маркетинг, мы не магазин. поэтому давайте соблюдать эти правила. Далее, принимать наличными деньги нельзя, потому что при проверке налоговой инспекции вас сразу же оштрафуют. Ахаты принимаем только в терминалах, онлайн-кошельке или же по банковым карточкам. Сейчас очень удобно стало оплачивать эсхата онлайн. Скачал себе на телефон, новичку даже можно сразу скачал на телефон, пополнил свой баланс, получил заказ сразу же, нету возле пункта выдачи терминала, оплачивай через онлайн-кошелек и приходи забирай свой заказ. Потому что компания не несет ответственность за вот эти как говорится косяки. если у вас налоговая пришла и оштрафовала за прием наличных денег, компания за это ответственность не несет. Далее, запрещается грубо отвечать клиентам. То есть каждому клиенту мы должны находить свой подход. Если мы будем хорошо обслуживать клиента, то этот клиент будет у нас постоянным. То есть постоянный товароборот нам обеспечен. Далее, опаздывать и не выходить по графику. Что это значит? Если, например, вы работаете с 9 утра, а в офис пришли в 2, а до этого времени отдел доставки привез вам товар, вас на пункте выдачи нету, они разворачиваются и увозят ваш товар на склад. То есть они не обязаны сидеть и ждать название первого и когда вы придете получите свой товар или оставь мой заказ там-то или тут-то. То есть вы обязаны сами лично принимать свой товар и работать по графику. В чем преимущество ПВ? То есть если держатель ПВ вся территория где находится его ПВ это его потенциальные консультанты. Это место для проведения обучений собраний своей команды. Это место для проведения презентации мастер-классов. Возможность реализации своих творческих идей. Например, каких-то флешмобов, каких-то акций, розыгрышей, конкурсов. То есть все для места для проведения, для того, чтобы ваша структура росла и развивалась. также когда у вас есть пункт выдачи, то есть это приток клиентов на вашу вывеску. Когда висит вывеска, стоит офис, заходит человек в офис, видит сидит человек за компьютером, с улыбкой на лице объясняет в чем преимущество нашей компании. То есть вы таким образом привлекаете к тебе клиентов. Это очень хорошо для вашего финансового дохода дополнительного. Далее. Так как у нас сейчас чуть-чуть пошел спад из-за того, что месяц рамазан, это каждый год у нас есть такое чуть-чуть, бывает ослабление, то есть каждый год всегда поток клиентов не может быть одинаковым. Всегда есть взлеты, это на праздники, то есть на 23, на 8 марта, на Новый год, то есть у нас приток клиентов ошеломляющий, грандиозный у всех товарообороты высокие, но бывают такие моменты, когда у нас идет спад. Что нужно делать для того, чтобы всегда было стабильно? Во-первых, всегда раздавать листовки. Каждый день хотя бы минимум 30-40 штук, выйдя к офису, раздать листовки. Не обязательно это должен делать сам держатель пункта, потому что у каждого держателя пункта есть свои лидеры, директора, консультанты, которые работают с ним. Могут они раздавать листовки, ходить по домам. Это тоже фишка, как говорится, структуры Канна Талли, мне очень нравится каталог в дом. Очень поднимает товарообороты. Проведение розыгрышей лотереи. Проводить розыгрыши лотереи не обязательно именно на лично свою структуру. Нужно проводить розыгрыши лотереи для товарооборота, то есть поощрение за большой заказ. Независимо чья это структура. Если вы проводите такие розыгрыши, это хорошо вам, и вам будет благодарен тот директор, чей консультант у вас обслуживается. И видя такое хорошее отношение к своему консультанту, каждый директор будет только рад отправить на ваш пункт выдачи своего консультанта. Далее проведение промо-акции флэш-моба. Тоже очень хорошая акция. Например, мы проводили, выдвали шарики, брали листовки и раздавали всем мамочкам и детьми, которые выходят на улицу на прогулку вечером, раздавать, радовать детей шариками, а маму радовать шариками. Тоже еще помогать для подъема с детьми. Далее предъявить мастер-классов каждой мамочка, домохозяйка, которая сидит дома, которая идет этажом выше, будет рада, если вы проведете бесплатный мастер-класс по уходу за кожей для лица. Поверьте, если она попробует один раз наши крема, то в следующий раз закажет обязательно. Также косметический сеанс или косметику для дома продемонстрировать, например, что вот пятно было вот такое от клубники, а вот нашим пятновыводителям оно моментально ушло. Любая та же мамочка и домохозяйка с руками и ногами закажет наши пятновыводители. Далее, можете в группу вашего ПВ в соцсетях и рекламировать какие-то акции, какие-то розыгрыши, скидочки, распродажи и так далее. Таким образом вы также привлекаете людей на свой пункт выдачи. И самое важное это отличный сервис. Если у вас будет отличный сервис на вашем пункте выдачи, то любой консультант отоварившись один раз у вас никуда от вас не идет. Что значит отличный сервис? Это клиент всегда прав. При любом раскладе, при любом этом всегда клиент прав. Нужно лояльно отнестись к его проблеме. Например, что-то там у него не так, что-то он не вышел, неправильно заказал. Бывают такие инциденты в каждом пункте выдачи, когда приходят консультанты и говорят, я это не заказывал, или я это заказал по этой цене, а мне пришло по уровню цене. То есть вы должны объяснить не в грубой форме, что здесь была ошибка, например, как ее можно исправить, должны помочь клиенту. Если это консультант и ваши структуры, то это все равно клиент вашего ПВ, то есть это человек, который вам дает товарооборот. Не нужно забывать об этом. вы за это получаете деньги за обслуживание консультантов всех консультантов компании Поберлик. Всегда быть в отличном настроении. Это обязательно. Я уже это говорила, повторюсь еще раз. То есть встречая всех консультантов с хорошей улыбкой, сделать им еще комплимент, это вообще будет супер. Информировать всех обслуживающих консультантов на вашем ПВ об акциях и новостях компании. То есть если мы каждый раз будем обзванивать всех тех консультантов, которые у вас обслуживаются, на это у нас уйдет макро полчаса, если мы будем обзванивать всех консультантов, то минимум 15% из них сделают повторный заказ и вам это были в вашем товарообороте и в хорошем агентском вознаграждении. Далее можно сделать презент за большой заказ. Мне очень понравилась идея сети мира. Он у себя на пункте выдачи ставил коробочку с всякими нашими продуктами. То есть крен для рук, пробничек и так далее. То есть если клиент сделал заказ, пришел за заказ, он забирает свой заказ и вы подходите к нему с коробочкой, предлагаете выбрать один презент и уйти с хорошим настроением. Знаете, как это приятно? И что вы думаете? Следующий раз, конечно, он сделает еще в два раза больше заказ на ваш ПВ. Далее поздравления постоянных клиентов с 8 марта с 8 марта и другими праздниками. Очень приятно, когда лично меня поздравляют другие консультанты из чужих структур, которые у меня обслуживаются на все праздники. Открываешь сообщения, такие приятные слова. Это очень, как говорится, карму один плюсик. Далее, обслуживайте клиентов так, как вы бы хотели, чтобы обслуживали вас. Это действительно как говорится бумеранг. как вы его кинете, так он к вам вернется. Так же, как вы обслуживаете чужих консультантов, чужие, чужие, это так некрасиво звучит, как вы обслуживаете параллельные структуры, консультантов параллельные структуры, так же и они будут обслуживать ваших консультантов. Вроде бы все. Да, все. У кого есть какие вопросы, надеюсь, все было понятно. Есть вопросы? вопросы? А вот, сегодня мне у Зои Ходзиной вопрос. Сегодня мне задали вопрос, почему на тубе черточка именно черного цвета, а не голубого или красного, например. Вы про какой-то, вы имеете в виду, про зубные пасты или вообще, потому что на каждом идут разные эти. Заходина, уточните, пожалуйста, какой именно продукт идет речь. Продолжение следует... Я же подключусь, а Зоя Хадивина, нам чуть-чуть непонятно, на каких всех тубах. Вы имеете в виду декоративную косметику? Или имеете в виду крема? Так, вот Зарина пишет, например, на зубных пастах шахнос. Давайте я, наверное, попробую ответить на этот вопрос. Я вообще... Вы имеете в виду черточки? Скорее всего, это вообще черточки, наверное. Меня слышно, Зарин? Скажите, пожалуйста, меня слышно? Ну, все отлично. Вы имеете в виду черточки, наверное, которые вот просто стоят черточки на тюбиках. Это, скорее всего, когда собирает центральный склад в Москве, то есть, наверное, это идет своего рода какая-то пронумеровка, наверное, да, что вот... То есть, этот тюб, как бы, он уже отправлен на сборку. Я думаю, наверное, вы имеете в виду вот эту вот черточку. Просто я тоже, честно говоря, не понимаю. Если этот вопрос сильно волнует, давайте в чатах держателей ПВ вы отправите просто фото этой черточки, чтобы мы понимали, о чем идет речь. Хорошо? Договорились? И вот Апихомида знает ответ, и она вам ответит. Она, наверное, поняла, о какой черточке идет речь. Давайте этот вопрос оставим на потом. Хорошо? Давайте сейчас... Вы знаете, я вам в начале нашего вебинара говорила о том, что у многих лидеров возник вопрос с тем, как мы в дальнейшем будем работать. Есть небольшая паника в стране. И сейчас очень многих из вас волнует вопрос, связанный с этим ужасным вирусом под названием корона. Хочу вам сказать, что Таджикистан официально еще не объявлял, что в стране есть зараженные. И мы будем очень надеяться, что, да, есть заболевшие. Мы видим в интернете, мы наблюдаем каждый день, что кто-то от чего-то там умер, у кого-то поднялась температура, у кого-то была пневмония. Но официально Таджикистан не объявил, что это является коронавирусом. И мы будем очень верить и надеяться, что этого вируса в Таджикистане нет и не будет. Скажем так, пусть горы защищат страну, чтобы вирус туда и не прошел. Закрыты, естественно, в стране пока на каникулы только школы, детсады. Не работают театры и кинотеатры. Остальные все работают в штатном режиме. Честно говоря, если вас как-то интересует мое мнение, вы сейчас знаете, что я нахожусь в Узбекистане и нахожусь на самоизоляции. И примерно, вы понимаете, проанализировав вообще ситуацию, что происходит, у меня, честно говоря, ко всему, к этому происходящему очень такое двоякое отношение. Знаете, давайте сделаем так. Я сейчас скажу вам о своем мнении, о своих каких-то решениях, которых мы приняли. А потом буду очень ждать от вас каких-то вопросов, потому что это тоже очень важно. Так, смотрите, да, вирус есть, он существует. Он есть, как и есть вирус гриппа, вирус туберкулеза, вирус ПИДа и многих других вирусов. Согласны со мной? Заболевание, оно не столько опасное, по моему мнению, как раздули в СМИ. Те, у кого есть иммунитет, переносят его даже бессимптомно. Они даже не подозревают, что у них был этот вирус. Вот у людей с низким иммунитетом, конечно же, переносят этот вирус сложнее. То есть, соответственно, к примеру, тот же грипп, да, возьмем грипп, от гриппа тоже умирает большое количество людей. И тот же грипп, та же простуда в определенном возрасте с низким иммунитетом тоже может быть дать признаки пневмонии. И в мире от гриппа умирают большее количество людей, чем сейчас, например, умерло при этом коронавирусе. Поэтому мой вам совет, укрепляйте свой иммунитет, потому что сейчас также сезон, у нас весна, погода резко меняется, сезон гриппов, простуд. Поэтому, что мы делаем здесь, лично я, то есть употребляем витамины. Честно сказать вам, если я даже вышла на улицу буквально за переулок, у нас дальше нас не выпускают никуда, то придя домой, тут же выпила стакан горячего кипятка. Горячий кипяток, говорят, если даже этот вирус существует, то он, значит, резко подавляет его. Поэтому пейте кипяток, повышайте иммунитет, те же лимоны, тот же имбирь, тот же мед, и все вам вот это вот в помощь без всяких каких-то таблеток и без всего этого. Поэтому укрепляйте, пожалуйста, свой иммунитет. Есть, конечно, люди, говоря о том, что если даже, например, вдруг объявят, что он вирус есть, либо кто-то из вас верит в него, что он уже есть в Таджикистане, у всех, конечно же, свое мнение на этот счет, то я, конечно, людям с низким иммунитетом, конечно же, прошу вас оставаться дома до полного выздоровления и только потом выходить на улицу. Вы знаете, мне очень нравятся слова Авиценны. Я закидывала как раз его в лидерский чат. Авиценны, наверное, все знакомы, это наш предок. И его вот это вот выражение, паника – это половина болезни, спокойствие – это половина здоровья, а терпение – это половина выздоровления. Так что поэтому я вас прошу, пожалуйста, не паникуйте. Вы понимаете, это своего рода, наверное, сейчас это, наверное, нужно вот так. Это тоже такой период в жизни во всем мире всех людей, что вот сейчас происходит вот так. И мы должны за стоинством, наверное, пройти вот этот вот этап. Мы, если брать, например, о том, что такое карантин, вот это вот намного страшнее, если объявят в Таджикистане карантин. Потому что мы в Узбекистане сейчас находимся на полной самоизоляции. И вы знаете, я вот просто поделюсь, да, слава богу, что у меня частный сектор, у меня ребенок может выйти во двор, подышать воздухом. Люди, представляете, кто живут в секциях, их вообще никуда не выпускают, и люди сидят вот в этих стенах. Это очень сложно, это очень тяжело. У нас штрафуют людей, кто выходит на улицы без надобности. То есть мы не можем передвигаться на автомобилях. Уже в течение месяца мы просто не ездим на машинах. Это запрещено. Поэтому карантин, он довольно-таки, знаете, такой вот момент. Очень сложно при нем функционировать, как-то жить. Ну, мы стараемся, мы держимся. И благополучненько, я надеюсь, в скором времени, пока нам его продлили до 10 мая, мы надеемся, что с 10 мая у нас такой жесткий карантин снимут. Очень многие люди в Узбекистане остались без работы, без средств на существование. Но, поверьте, у людей такой страшной паники нет. Люди сейчас сплотились, объединились. Да, есть государство, помогает где-то малоимущим. Но очень радует, что народ объединился и помогает людям малоимущим, по соседству, по махале и какими-то продуктами, понимаете. Но паники вот такой вот нет, я остался без работы, и теперь вот что же мне делать, у меня нет денег. То есть такого в стране, слава богу, нет. Если говорить о том, каким образом работают пункты выдачи в Узбекистане. Смотрите, я вам сейчас вкратце расскажу. Я очень надеюсь, что карантин не объявят в Таджикистане. Но я вам расскажу, каким образом работает Узбекистан при полном карантине. Это, наверное, одна из таких вот стран в постсоветском пространстве, которая посадила, конечно, на жесткий карантин людей. И, может быть, это и хорошо. Зараженные сокращаются. У нас уже половина вылечились от вируса этого. Либо, не знаю, может, у них грипп был, может, просто пневмония была. Ну, я не знаю, ну, в общем, скажем, был этот вирус, и люди от него излечились половину уже. Держатели ПВ по Ташкенту. Смотрите, у нас запрещено ездить даже водителям, которые развозили раньше на пункты выдачи товар от компании. То есть это такие же водители, как Саркиз, как, кто у нас там, Нажмединов, видите, фамилию, а имя вспомнить не могу, фамилия-то одинаковая. Вот, смотрите, они, значит, делают каким образом? То есть держатель пункта выдачи отправляет. У нас здесь разрешено машинам, таксистам, им выдали стикеры. То есть они могут, да, тоже, спасибо, они могут развозить продукты первой необходимости, товары первой необходимости. Поэтому держатели пункта выдачи вызывают такси, то есть отправляют его на склад. Таксисты, эти водители, привозят ему товар домой. Есть такие пункты выдачи по городу, которые живут рядом с домом, они могут выходить на пункты выдачи буквально там на час, на два, чтобы забрать эту продукцию, а в основной части им привозят домой. Там держатели пункта выдачи разбирают заказы. Здесь в Узбекистане никак в Таджикистане не приходят уже индивидуально собранные заказы. Здесь просто приходят в коробки, они же распределяют сами по пакетам. И, значит, и отправляют по своим консультантам, либо клиентам эти заказы. Каким образом работает город Ташкен? Каким образом работают регионы? Между регионами большие грузовые машины, въезд их разрешен. Машина доезжает до поста, предположим, того же Самарканда, Бухары. И оттуда уже с поста также держатели пункта выдачи нанимают водителя. Он забирает с поста этот заказ, также ему привозят домой, а там уже по схеме, как в Ташкенте. Но, однако, руки ни у кого не опустились. Все работают. Просто поинтересовалась, скажем так, у руководителя отдела продаж в Узбекистане, есть ли спад. Да, конечно, есть немного спад по сравнению с прошлыми периодами. Но, однако, все работают в полном режиме. Я смотрю просто на консультантов, на тех же моих знакомых, на моих бывших консультантов, которые вот работали в Самарканде, соцсети заполнены. Они толкают, скажем так, про свой товар, они просто рекламируют через соцсети. И заказы к ним поступают. Они также благополучненько оформляют заказы и доставляют до своих клиентов. Поэтому сделали хорошие продуктовые корзины, которые, в принципе, сейчас важны в такое время. Вот что происходит у нас здесь. Что касаемо Таджикистана. Сегодня мы с Русланом постараемся поменять в настройках, потому что лидеры просили, чтобы в личном кабинете на ПВ изменили на определенную дату срок возврата и срок оплаты. Я советую вам, как держателям ПВ, о том, что мы изменили сроки возврата и сроки оплаты, не афишировать вашим консультантам, дабы потом вы не могли собрать с них денег. Мы это сделаем для того, чтобы как-то вам помочь в ситуации. Хотя карантин еще не объявлен, такой уж острой необходимости нет. Но, скорее всего, это сейчас связано со священным месяцем. Люди многие сидят дома, и, скорее всего, поэтому идет немного спад. Но мы сегодня с Русланом до скольки бы то ни было. Руслан у нас сейчас сидит на вебинаре, и для него это тоже новость, потому что Москва пыталась это сделать, и у нас были проблемы с некоторыми пунктами выдачи. Об этом вы знаете, что они необоснованно у нас блокировались. Сегодня мы с ним попробуем вдвоем это сделать, чтобы было все это безболезненно, чтобы срок возврата и оплаты мы изменили верно, чтобы не было необоснованной блокировки. Так, смотрите, то, что мы вводим, это точно. Второе, то, что мы введем с сегодняшнего дня, то есть не с сегодняшнего дня, а с 1 мая, всем пунктам выдачи, у кого будет объем продаж меньше 15 тысяч в САМОН, начисляем процент АВ как прежний, то есть не снижаем до 0,5% на время вот этой вот, скажем так, небольшой паники. Возможно, это будет только на май месяц, мы эти 15 тысяч, мы это правило, скажем так, опустим на это время. Так, дальше следующий пункт. Если вдруг в стране объявят карантин, то есть жесткий карантин, как в других странах, и людям придется сесть на самоизоляцию. Здесь мы еще полтора месяца тому назад, я вместе с юристом, мы с ним составили, на всякий случай мы составили доп. соглашение на курьерские услуги. Если вдруг объявят такой жесткий карантин, то эти доп. соглашения мы разошлем по пунктам выдачи. И плюс ко всему, если мы раздаем вам это доп. соглашение, то мы, конечно же, будем начислять плюс 1% на курьерские расходы. Но мы очень надеемся, да, Апилхомида, что карантина такого не будет, потому что никакой процент АВ и всего остального не заменит той свободы передвижения, которое сейчас, слава богу, в Таджикистане есть. Так, дальше. В принципе... Так, меня слышно, да? Так, все, отлично. А то я нечаянно вышла из этого. Так, ну я очень надеюсь, что эти нелегкие для нас дни закончатся в ближайшее время. И я очень вам хочу сказать, что в этот священный месяц каждый из нас молится за то, чтобы в мире все это скорее закончилось. Я хочу узнать у вас, как ваше настроение, о чем вы вообще думаете, есть ли какие-то вопросы к тому, что вообще, что сейчас происходит, ваше мнение насчет всего этого, что бы вы хотели сейчас видеть от компании, говорить сейчас о том, что мы хотим распродажи, там, еще что-то. Мы распродажи делаем практически еженедельно. Скажу вам по секрету, что вот мы на днях тоже ожидаем очередные распродажи. Поэтому хотелось бы от вас конкретных каких-то мнений, потому что я посмотрела объем продаж на вчерашний день, то есть первый день периода, и, честно говоря, он меня очень расстраивает. Поэтому мне бы хотелось, чтобы вы задали вопросы, и хотелось бы узнать, в связи с чем это связано. Говорить о том, что это связано в связи с тем, что Рамадан, да, возможно, в этот месяц процент объема продаж, если анализировать, я сегодня проанализировала, то, по крайней мере, в прошлом году, ну, в первый день периода у нас, возможно, там был по сравнению с прошлым периодом, ну, процентов 5 максимум у нас падал объем продаж. На сегодняшний день, на вчерашний день объем продаж по сравнению с прошлым годом у нас даже идет спад. С прошлым годом, который был очень сложный, у нас спад минус 27%, а с первым днем прошлого периода у нас минус 60%. Поэтому мне бы хотелось сейчас узнать ваше мнение, в связи с чем такой вот спад у нас произошел за вчерашний день. Ну, вот смотрите, вы говорите о том, что это связано с ВИЛСом. Действительно, ну, вот я вам хочу сказать, да, в первые дни, скорее всего, сейчас будет вот такое вот паническое состояние у людей, но мне кажется, входит как-то в вашу тоже, скажем так, не обязанность, а какой-то долг успокоить этих людей, успокоить ближайших родственников, успокоить тех же соседей. Да, вирус, да, возможно, он существует, но никто не отменял убираться дома, никто не отменял пользоваться порошком. Он сейчас нужен будет, если даже люди верят в этот вирус, нужно стирать каждый день одежду, то есть вы пришли с улицы, нужно скидывать и тут же простировать эту одежду, потому что там уже в ходе того говорят, что будто бы на одежде это все остается. Поэтому порошок никто не отменял, никто не отменял бытовую химию, то есть уборка нужна при вирусе, о котором говорят, уборка должна быть ежедневно влажная уборка, а так в неделю два раза должна быть обязательно тщательная уборка. Поэтому у нас есть шикарная бытовая химия, у нас есть очень много продуктов, которые повышают иммунитет. Кстати, я смотрю, что у нас wellness не очень продается. Вы знаете, сейчас, конечно, во время рамазана будет, наверное, глупо людям предлагать, но после я вот вам прям рекомендую предлагать wellness, потому что он не только для коррекции фигуры, но он также очень хорошо поднимает иммунитет. Люди тратят деньги на продукты питания, очень повысили цены на продукты. Да, кстати, я тоже видела и читала, и девочки мне об этом тоже говорили, что повысили цены на продукты питания. Но, Фатим, я тоже, да, еще раз повторюсь, что, да, кушать мы все должны. Сейчас во время рамазана мы кушаем два раза в день, поэтому на продукты питания, мне кажется, у нас сейчас уходит меньше денег, чем уходило в обычные дни. Поэтому сейчас, мне кажется, ваша цель по максимуму, именно вот вы в первую очередь должны внутри себя понять, что… то есть не впадать в какую-то панику. Ваше настроение, ваш настрой – это все будет зависеть от вас. То есть как вы настроены, так настроена ваша структура. Если на пунктах выдачи вы будете заводить разговоры о вирусе, то, поверьте, никто не захочет делать заказ и не захочет покупать продукцию, потому что вы сидите на пункте выдачи, и вы сам, как держатель, в первую очередь начинаете говорить, а ты видел там вот в Фейсбуке, что написали, там вот в Таджикистане у нас, оказывается, прокурор умер, еще кто-то умер. То есть прекратите об этом говорить на пунктах выдачи. То есть закройте тему этого вируса. Хотите о нем поговорить? Ну, придите дома, там, обсудите с мужем, с мамой, там. С мамой, конечно, не надо, да, обсуждать, но обсудите там с мужем, с детьми, взрослыми, да, что вы о нем думаете. Но ни в коем случае не говорите на эту тему на своих пунктах выдачи. Есть какие-то вопросы, либо недопонимания по поводу того, какие мы временно внесем изменения? И помогут ли вам эти изменения? Очень бы хотелось знать ваше мнение. Так. Ну, мне очень нравится то, что вот многие из вас, вот я сейчас прочитала комментарии, что многие из вас очень позитивно относятся. Атехомидов, молодец, что у вас такой позитивный взгляд на все это. И главное, да, главное самим не падать с духом. И главное, я говорю, не впадать вот в эту вот, в эту панику вам самим. Поверьте, вот я не знаю, я очень много прочитала, я очень много проанализировала. И, понятное дело, вы знаете, что нет страха. А когда нет страха, это очень хорошо. Мы же говорят же всегда, вот страх, он притягивает все вот эти вот болезни. Главное, не бояться ничего. Действительно, все вот эти вот, мойте руки. Действительно, у нас какое-то население, какое-то количество населения действительно не мыло руки. Сейчас научатся мыть руки. Это здорово, да? То, что, например, нужно обрабатывать антисептиком. Многие и без этого вируса обрабатывали антисептиком себе руки. Поэтому давайте отнесемся к этому с пониманием и с тем, что эти дни тоже обязательно пройдут. Поэтому я вам всем желаю здоровья, терпения, а самое главное, я вам желаю мудрости. И хочется сказать, что кризис – это время опасности и время возможности одновременно. Поэтому если сейчас во время кризиса, вы знаете, всегда сетевые компании идут в рост. Поэтому сейчас вот то время, когда если вдруг там люди останутся без какого-то заработка, без какой-то работы, приглашайте их к нам. То есть людям нужны деньги, вам нужны деньги. Если вы сейчас пойдете в панику и не будете дальше продолжать работать, соответственно, у вас не будет объемной скидки. Поэтому давайте мы соберемся и перестанем думать о плохом. Я просто уверена, что у нас с вами все будет хорошо. И никак иначе. Вчера я вообще прочитала, что прогнозируют Узбекистану уже полный вывод примерно так 24 мая. То есть мне кажется, 10-го уже снимут карантин, 24-го, дай бог, все выздоровеют. И там есть такой пунктинг, что в Таджикистане и в Туркменистане вирус не выявлен. Значит, как только у нас Узбекистан откроет границы, как только у нас все выздоровеют, то я очень надеюсь, что в скором будущем я приеду к вам, потому что очень уже соскучилась, хочется всех видеть, хочется со всеми пообщаться воочию. Онлайн, да, это удобно, но оффлайн видеть людей, с глазу на глаз с вами разговаривать, это, конечно же, совсем по-другому. Поэтому всем желаю здоровья, берегите себя. Пожалуйста, не паникуйте. Если есть какие-то вопросы, пишите в любое время. Вы знаете, что я всегда на связи. Всем желаю здоровья и удачи. Ну все, вопросов нет никого. Мне можно, наверное, уже отключаться, да? Продолжение следует... У меня с интернетом было не все так важно, и только увидела от вас вопросы. Фурух, я немного не поняла ваш вопрос. Будем ограниченно ходить в офис или как раньше? Ну, пока карантин не объявили, вы будете, наверное, ходить как раньше, я так думаю. Апихомида, если есть возможность недельный рейс уменьшить по Сагдийской области на один. Апихомида, возможности такой нет. Почему? Потому что многие пункты выдачи нас, наоборот, просят увеличить эти рейсы. И, кстати, я вам еще забыла сказать такой момент, что мы... Или я вам его озвучила, да? Что пункты выдачи, у которых стоит лимит тысяча, мы тоже завтрашнего дня, то есть сегодняшнего дня, меняем им тоже на 500. То есть если будет оформлено заказов на 500 с ОМОН, то такие рейсы будут закрываться. Вам нужны септики, Зоя? Я все понимаю. Я сегодня написала в чате держателей ПВ, что это не зависит от нас. Как оказалось, по законодательству Российской Федерации, товар такого рода, он вывезу из страны не подлежит. Но компания сейчас делает все возможное, чтобы товар нам доставлялся. Так, где взять ссылку на электронный каталог? Я думаю, в держателях пункта выдачи Лола вам эту ссылку скинут, если вы попросите. Да, Пиманзура, конечно, все это пройдет. Спасибо, Шраф Несова, тоже передавайте. Всем привет. Всем передаю огромные приветы и до скорой встречи. Теперь я, наверное, уже точно отключаюсь. Спасибо всем, кто был сегодня с нами. До свидания. И, конечно же, да, большое спасибо Шахнозе за проведенный вебинар. Конечно, очень печально, что в основном на вебинаре присутствовали те, кто исправно работает на пунктах выдачи. До скорой встречи. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok